Добрый день всем, как сейчас, как слышно, видно, если видно и слышно хорошо, прошу поставить плюсики в разделе чата, в левом нижнем углу экрана. Так, Анатолий отреагировал. Остальные? Как остальным видно, слышно? Олег, как тебе видно, слышно? Так, ну пока у нас только Анатолий. Так, ну мы будем начинать после того, как все отреагируют на мой вопрос. Плюс. Да, Олег, привет. Если меня слышно и видно хорошо, прошу поставить плюс. Так, отлично, отлично. Слышно и видно. Так, вот нас уже трое из семи человек, три отреагировали положительно. Давай тогда будем четыре человека, пять. Будем начинать тогда. Собственно, позвольте представиться. Меня зовут Алексей Виталесов, заместитель директора компании Smartech Security. Сегодня поговорим с вами о нашем втором бренде по значимости, бренде Alteron, более бюджетном бренде, чем Smartech. И, собственно, сегодняшняя презентация будет посвящена, эта объемная презентация, посвященная нынешней линейке оборудования Alteron. Какие-то вопросы будут появляться в ходе проведения презентации, вопросы приветствуются. Можете задавать их в чате, я буду на них тут же отвечать. Итак, начнем. Для тех, кто не знает, бренд Alteron, относится к нашей компании Smartech Security, он появился сравнительно недавно по сравнению с брендом Smartech. И основной задачей, которую мы перед собой ставили, была задача предоставить достаточно полный набор оборудований видеонаблюдения для бюджетного рынка систем видеонаблюдения. То есть там, где более дорогое корейское оборудование Smartech, к сожалению, не совсем проходит по ценовым параметрам. Поэтому в рамках Alteron мы сфокусировались преимущественно на китайских производителях, но критерии выбора оборудования для этого бренда для нас остались такими же серьезными, как и в плане выбора оборудования Smartech. При этом ценовой уровень существенно ниже. Что мы имеем в составе Alteron? Об этом я поговорю сегодня немножечко попозже. Самое главное отметить, что у нас есть две основных категории. Это категория IP видеонаблюдения, IP CCTV и категория AHD видеонаблюдения. Важно отметить, что оборудование Alteron у нас поддерживается в достаточно больших количествах на складе. То есть мало того, что существенная доля оборудования находится на московском складе, также у нас есть транзитный склад в Эстонии, откуда мы можем достаточно оперативно привозить вполне себе крупные товарные партии Alteron. Что касается информации по Alteron. Для этих целей есть специализированный ресурс. На нем собрана вся полноценная информация по оборудованию Alteron. Alteron.defici.tv.ru Все актуальные инструкции на оборудование, фотографии самого оборудования, описание, все найдете на нем. И плюс к этому мы также информацию дублируем на нашем основном портале smartech.defici.security.com На этом портале собрана информация как по оборудованию Smartech, так в частности и по оборудованию Alteron. Еще на чем я хотел бы остановиться, это оперативность и простота обслуживания вопросов, связанных с рекламациями. Поясню на примере. Если, допустим, у вашего клиента вышло из строя оборудование Alteron, камера, видеорегистратор, неважно. Первое, что делает клиент, он обращается к компании, у которой он приобрет, то есть у нашего партнера по Alteron. Ну, в данном случае к вам. Оборудование придается вам, и вы делаете простейшие три вещи. Первое, нужно проверить вообще сам факт присутствия такого дефекта, о котором говорит ваш заказчик. То есть подтверждение наличия этого дефекта. Раз. Второе, отсутствие термических, химических, механических, электрических повреждений. И по формальному признаку, с момента отгрузки оборудования вашему клиенту, мне должно пройти более двух лет. Должно пройти не более двух лет, чтобы это оборудование считалось гарантийным. После этого вы любыми доступными способами, желательно, конечно, по электронной почте, говорите нам о том, что у вас на руках есть дефектное оборудование такого-то заказчика. На основании этой информации мы за свой счет, у нас есть договор с компанией ПЭК, экспедиторской компанией ПЭК, за свой счет производим магистральную доставку такого же, но нового оборудования вашему заказчику. Вот это, причем не декларированная вещь, а реально работающая вещь. То есть можете испробовать. Надеюсь, не будет слишком много у вас рекламаций. Но даже если будут какие-то случаи, да, эта схема действительно работает. Да, мы отправляем оборудование непосредственно самому заказчику. То есть вы нам просто отправляете контактные данные, чтобы мы уже согласовали с заказчиком такую отправку. Повторюсь, что мы оплачиваем именно магистральную доставку. Если клиент, допустим, в Мурманске, то за наш счет до Мурманска. Если он под Мурманском, там вот это последнее плечо от Мурманска до места, где он проживает, или там где находится его объект, это уже на заказчике. Неисправное оборудование нам абсолютно не важно, что с ним будет дальше происходить. Вы можете его оставить себе, вы можете отправить его нам. Мы будем его использовать как какие-то запчасти и так далее. Ну и с точки зрения технической поддержки по оборудованию Альтерон, важно отметить, что поскольку Альтерон относится к смарт-эку, техническая поддержка смарт-эка, она также работает и по участию Альтерона. Так что вы всегда можете обращаться к нам доступными способами. Мы, конечно же, приветствуем электронное общение. У нас прямо через сайт smart-tech security.com и через сайт alterons.ctv.ru. При входе в раздел техподдержка идет простейшая регистрация. И ваш клиент, допустим, присваивает некое наименование своей теме, обращение. И нам всем приходит по кругу письмо с регистрацией данного случая. И очень важно, что даже если кто-либо из наших специалистов по технической поддержке отсутствует, то тут же великолепно с успехом подменить другой и предоставить необходимую информацию. Причем все будут видеть эту информацию. Эта информация не потеряется и не заболтается. Оперативность реакции в сутки. В течение суток все обрабатывается. Но это не говорит о том, что вы не можете позвонить. Конечно же, позвонить можете. Если вопросов много или какие-то есть нюансы, которые нужно будет отправить в ответ, какие-то скриншоты, то лучше все это делать через техподдержку с собой. Какие-то вопросы здесь? Если нет, то идем дальше. Значит, по спектру оборудования. Ну, важно отметить здесь следующее. Значит, если мы говорим про IP-видеонаблюдение, в Альтероне у нас есть два уровня. Это IP-камеры, так называемые, начального уровня, с разрешением, обращу внимание, не менее 2 мегапикселей. То есть меньше мы просто не рассматриваем. И полнофункциональная IP-камера с разрешением 2 мегапиксела и выше. Соответственно, первая категория камеры начального уровня, в какой-то степени они... То есть, как мы позиционируем это оборудование... Это некая ценовая альтернатива, ценовой сегмент PolyVision, ActiveCam, Novicama. В то время как полнофункциональные камеры... Это уже... Здесь уже нашими конкурентами в большей степени являются... Hikvision, Dahua, RBI, соответственно, и так далее. Вот. Далее мы сегодня поговорим о бесплатном штатном программном обеспечении AVMS. Это программное обеспечение, рассчитанное на работу со всеми IP-камерами Альтерон. Ну, подробнее о нем поговорю сегодня дальше. Далее мы коснемся сетевых видеорегистраторов NVR с количеством каналов от 4 до 32. И перейдем ко второй нашей категории, к оборудованию формата AHD. Это будут камеры AHD-формата с разрешением 1080p, не ниже. И видеорегистраторы мультиформатные с поддержкой HD, HD-TVI и обычного аналогового видео 960H. Ну и еще вкратце там побежимся по мониторам, которые у нас представлены в Альтероне. Идем дальше. Итак, значит, IP-камера начального уровня. Ну, что мы относим к начальному уровню? В чем, собственно, начальность уровня заключается? Ну, во-первых, вот в этой линейке IP-камер у нас в основном собраны камеры с фиксированной оптикой, не варифокальными объективами. Но варифокальные тоже есть, их меньшинство. Второй момент. В камерах отсутствует ARD, автоматическая регулировка диафрагмы. Ну, в этом ценовом сегменте она у всех отсутствует. Просто многие об этом не пишут. И, опять же, это определяется бюджетными ограничениями. Здесь мы используем корпуса камер общеупотребимые, то есть, которые вы можете встретить на рынке, там, у других брендов. Уникальности самого корпуса нет. Но при всем при этом мы все-таки выделяемся именно начинкой. А именно, в большинстве данных камер, можно сказать, во всех данных камерах, мы используем матрицы Sony. То есть, не используем дешевые матрицы. Особенно мы никогда не используем матрицы с малыми линейными размерами, во избежание проблем с появлением шумов и с низкой чувствительностью. Ну, и еще признак начального уровня, это то, что, если мы говорим про уличные IP-камеры, то в них нет обогревателей. Ну, поскольку нет ARD, нет механических частей, то функционирование данных камер, возможно, в температурном диапазоне от минус 30. Ну, конечно же, никак нет минус 40-50 градусов, как заявляют очень многие производители низкого ценового сегмента. Итак, значит, вот первые представители камер начального уровня, камеры в пластиковых корпусах KID-02, KID-03 Juna. KID-02, соответственно, с фиксированным фокусным расстоянием, KID-03 Juna с варифокальным объективом. Обе камеры полноценно работают по ANVIF. То есть, это, в принципе, относится ко всем IP-камерам и вторым. Вы можете их использовать не обязательно с нашими решениями, с сторонними тоже. Об этом я позже поговорю. Вот, значит, что является важным? Важным является то, что данная камера построена на сенсорах Sony с разрешением 1080p, что автоматически означает корректную цветопередачу, раз, и хорошее соотношение сигнал-шума. Ну, а именно, что также автоматически означает высокую чувствительность данных камер. Что здесь стоит ответить? Отметить поддержку двух потоков видео. Допустим, один поток высокого разрешения, один поток пониженного разрешения для совместной работы с программным обеспечением, с регистраторами. Бывает очень полезно. И встроенная К-подсветка. Ну, дальность до 20 метров в данной камере. Также важно отметить, что камера, это опять же относится ко всем IP-камерам Альтерон, поддерживает как питание 12 вольт, так и поле. На кабеле, выходящем из камер, есть специальный пояс-притер, который как раз и служит для того, чтобы выделить из UTP-линии питания 12 вольтовые и подать уже внутрь камеры. Какие-то вопросы здесь? Так, тогда идем дальше. IP-камера начального уровня в андал-защищенных корпусах. Здесь у нас три модели, но в перспективе останется две. Вот вы видите, что KIF-02 Juno и KIF-31 очень похожие, близкие камеры. Отличаются исключительно сенсорами. В 0.2 использована Sony сенсор. В 0.31, еще предыдущего поколения, он не вижен двухмегапиксельнее. Он несколько уступает по чувствительности Sony. Поэтому мы, в принципе, переключаемся на камеру KIF-02 Juno. Камеру с фиксированным фокусным расстоянием. И в линейке у нас есть камера с варифокальным объективом в андал-защищен на KIF-03 Juno. Ну, в принципе, Juno, как вы видите, это и является индексом ненадлежностей к линейке начального уровня. Что стоит отметить? Ну, камеры в андал-защищенные, как правило, вот такие, предназначены для установки внутри помещений. Но поскольку имеют рейтинг климатической защиты IP-66, правда, не имеют встроенного обогревателя, могут использоваться и на улице, но с некоторыми ограничениями. Конечно же, не в условиях Крайнего Севера, это важно понимать. То есть в умеренной полосе климатической. И на следующем слайде мы видим уже уличные цилиндрические камеры. KIP-30 с фиксированным фокусным расстоянием. KIP-03 Juno с варифокальным объективом. Но здесь важно отметить, что KIP-03 Juno камера, несмотря на то, что оснащена варифокальным объективом, весьма компактна. То есть, как правило, камеры с варифокалами имеют гораздо большие линейные размеры. Здесь длина корпуса относительно небольшая. Что может быть тоже определенным критерием при, допустим, если есть какие-то дизайнерские требования и так далее. Дальность подсветки, соответственно, 20 и 30 метров и старшей модели. На всякий случай, еще раз небольшая перекличка. Прошу поставить плюсики, если меня видно и слышно хорошо. Замечательно. Тогда идем дальше. Собственно, мы переходим к профессиональным, полнофункциональным IP-камерам Alterone. В чем их полнофункциональность заключается? Во-первых, в этой линейке камер мы уже встретим камеры под внешний объектив. То есть, камеры стандартного дизайна. Также, если мы говорим про камеры со встроенными объективами, все они имеют уже варифокальные объективы и с автоматической регулировкой диафрагмы. Что очень важно, особенно при эксплуатации камер на улице. В большинстве данных камер также есть возможность записи видео на microSD-карты. Что может быть полезно, допустим, при нестабильной сети, при отключении сетевого соединения. Вы всегда впоследствии можете зайти на камеру и посмотреть, что было. Если камера пишется сама на себя. И опять же, если мы говорим про уличные камеры, то в этой линейке, уличные цилиндрические камеры в этой линейке, у нас уже модели все в обязательном порядке укомплектованы обогревателем. Их температурный диапазон гарантирован от минус 40. Ну, плюс к этому, в этой линейке вы также встретите модели с разрешением выше, чем 2 Мп. В частности, 4. Начинаем. Собственно, камера стандартного дизайна KS-50. Здесь стоит отметить, что данная камера поддерживает двусторонний аудиоканал. То есть, есть аудиовход линейный и линейный аудиовыход. Можно подключить активный микрофон и активный громкоговоритель. И есть также тревожный вход и выход. Объективы, которые вы можете использовать совместно с данной камерой, безусловно, я бы рекомендовал использовать достаточно качественную оптику, так называемую мегапиксельную рейтингу. Ну, с рейтингом 2 и выше мегапикселей. И, наконец, модель KIF-40 AR. Камера с варифокальным объективом, шаровидная такая. С климатической защитой IP66. Здесь важно отметить, что, несмотря на большое присутствие на рынке камер в таком конструктиве, они все-таки отличаются между собой, а не только по начинке. Вот то, что я сейчас демонстрирую на экране, вот эта вот часть, вот этот элемент базы камеры, это фактически фиксирующая скоба, зажимается шестигранником. Она обеспечит очень надежное и качественное закрепление самого модуля камеры после его настройки. То есть камера у вас не будет вести себя расхлябанная. Самое главное в момент, как сделано у других. База сама является такой поворотной. То есть вы высвобождаете вот эту нижнюю часть, направляете камеру и потом затягиваете. И в момент затяжки у вас просто ведет сдвиг. Соответственно, не очень удобно настраивать направление камеры. Здесь это исключено. Идем дальше. Ну и, наконец, вот самое интересное, я считаю, так, наши камеры в линейке IP-камер Альтерон. 40-я, 41-я и 90-я модели. Значит, остановимся на первых двух поначалу и коснемся их отличий. Это камера 2-мегапиксельная 40-я и 41-я, построенная на матрице Sony, конечно же. В 40-й модели мы имеем варифокальный объектив и встроенную к подсветку. Регулировка объектива, для регулировки объектива свинчивается вот эта вот передняя часть корпуса. В 41-й модели регулировка объектива внешняя. То есть, вот здесь вот есть специальные герметические вставленные регуляторы. И они путем их поворота с помощью шестигранника мы можем точно настроить как фокусировку, так и фокусное расстояние камеры. Второй момент, о котором стоит поговорить, это то, что в камере KIP-41 использованы современные матричные эко-диоды. Что они нам дают? Они дают, во-первых, низкое энергопотребление, но при этом более высокую эффективность излучения. Соответственно, мы можем констатировать этот факт, что камера KIP-41 обеспечит более высокую эффективную дальность наблюдения. До 40 метров, максимум, да? В то время как 40-я до 30 метров. И еще важный момент. Матричные светодиоды, они обеспечивают высокую равномерность подсветки. Что очень важно, особенно когда вы настраиваете широкий угол на камере. То есть, чтобы у вас не было эффекта, когда центральная часть поля зрения освещена, а периферия в темноте. Плюс к этому, в KIP-41 модели по отношению к KIP-40 есть также возможность установить microSD-карту для записи, допустим, по событию, либо по разрыву соединения. Также есть аудиовход и аудиовыход, подключение микрофона и громкоговорителя. И тревожный вход, тревожный выход. Плюс к этому еще и рейтинг климатической защиты, еще более высокий, АКИ-67, что позволяет с успехом использовать камеру в особо влажных местах установки, где захлестан водой и так далее. То есть, все это играет на руку. Все камеры данной линейки оснащены обогревателями, соответственно, климатически испытаны, температурный диапазон от минус 40 до плюс 50 градусов. Идем дальше. KIP-90 камера выполнена в таком же конструктиве, как KIP-41 модель, но это уже камера, построенная на основе 4-мегапиксельного сенсора OmniVision. У Sony идет линейка сенсоров 2, 3 и сразу 6 мегапикселей. Вот 4-мегапиксельная у нас камера на базе сенсора OmniVision. Но, что очень немаловажно, это не маленький сенсор, это не четверть дюймовый, который, как правило, отличается очень низкой чувствительностью. Здесь ключевой параметр, конечно же, разрешение 4 мегапиксела и то, что это разрешение развивается и достигается при реал-тайме. То есть, при этом, при настройке 4-мегапикселей камера обеспечит фреймлейт 30 кадров в секунду. Не 15 кадров в секунду, как у большинства других производителей, которые тоже имеют в своем составе камеры с 4-мегапиксельными сенсорами OmniVision. Вот на этом особый акцент. Значит, с точки зрения чувствительности. Конечно же, 4-мегапиксельные сенсоры, они менее чувствительны, чем 2-мегапиксельные. Хотя бы уже благодаря тому, что линейный размер самого светочувствительного элемента меньше. Поэтому мы можем говорить так, что во всех тех ситуациях, где нам особенно важна дальность ЭК-подсветки, функционирование камеры в ночное время, мы рекомендуем KIP-41. Во всех тех ситуациях, где все это тоже нужно, но при этом еще и нужно высокое разрешение, действительно более высокое, чем Full HD, KIP-90. При этом будет чуть-чуть хуже соотношение сигнал-шум, чуть-чуть меньше эффективная дальность ЭК-подсветки. Какие-то вопросы здесь? Когда идем дальше? Ну и немножечко особняком в линейке IP-камеры Эльтерона у нас стоят IP-камеры, они, кстати говоря, не китайско-корейского производства. Камеры с аппаратным широким динамическим диапазоном на базе из соникского процессора XARINA. Значит, в линейке три камеры в пластиковом купольном конструктиве, в андао-защищенном конструктиве и в уличном цилиндрическом конструктиве. Прошу прощения. Я извиняюсь. Значит, что является ключевым достоинством данной линейки камер? Ну, прежде всего, симбиоз матрицы Sony и процессора Sony XARINA дает возможность использовать камеру в одном из двух режимов. Основной режим, ну, первый режим, скажем так, это режим трансляции видео с повышенным фреймрейтом 60 кадров в секунду. То есть, в отличие от обычных камер, которые обычно транслируют видео с фреймрейтом 30-25 кадров в секунду, здесь мы имеем возможность трансляции видео со скоростью 60 кадров в секунду. Где это может быть полезно? Прежде всего, там, где мы устанавливаем камеры для наблюдения в каких-то оживленных местах. Уличное наблюдение, система городского наблюдения, плюс к этому, допустим, наблюдение на транспорте. Когда нам впоследствии уже при просмотре архива желательно детализировано получить раскадровку. То есть, мы имеем в два раза более плотную информацию. По кадровым режимам мы получаем в два раза больше информации. Это первый режим. Второй режим подразумевает использование, задействование уже фреймрейта 30 кадров в секунду. Но в этом случае, каждые два исходных кадра с формированных матрицей, то есть, матрица формирует все равно кадры с плотностью 60 кадров в секунду. Но каждые два кадра исходных суммируются, и на выходе мы получаем фреймрейт 30 кадров в секунду, но самое важное. После такого суммирования мы достигаем расширения динамического диапазона. То есть, наиболее яркие участки изображения, скажем так, демпфируются, а наиболее темные, наоборот, проявляются. Яркое подавляется, темное проявляется. И подобного рода режим очень полезен для очень широкого круга ситуаций. Допустим, когда вы камеру используете как камеру фейс-контроля, которая установлена, и смотрит непосредственно на входную группу дверей, оттуда идет яркий солнечный свет. И человек, заходя на фоне этих дверей, чтобы он не выглядел черным силуэтом, и были видны его черты лица, безусловно, нам такой режим будет полезен. Наблюдение на автостоянках, где есть яркие отбыски от стекол и от капотов машин. Любые ситуации, где есть особо высокая контрастность освещения. Ну, допустим, поле зрения камеры, половина поля зрения занято какой-то дворовой территорией, находящейся в тени, а половина поля зрения залита солнечным светом. И вот в этом случае, конечно же, использование стандартных камер весьма затруднительно. А программный и расширенный динамический диапазон, который присутствует в большинстве современных камер, он, в принципе, особо не помогает. Темные участки он, конечно же, проявит, но подавление ярких участков не произойдет. Поэтому я призываю использовать вот такие камеры. Это, конечно же, не самая бюджетная камера. Камера, скажем так, верхнего уровня Альтерон, но все равно существенно дешевле смарт-эка. Эти камеры очень перспективно используют для решения самого широкого круга задач. В том числе и в сложных условиях. Важно отметить, что 77-я камера, будучи вандало-защищенной, она также оснащена обогревателем. Ее температурный диапазон от минус 40, как и уличная целендерическая. То есть вы ее можете смело ставить на улице. Идем дальше. Ключевой особенностью бренда Альтерон является наличие в нем программное обеспечение AVMS собственной разработки. По сути, это, не знаю, вы знакомы, не знакомы с программным обеспечением Smart Station, относящимся к клинике оборудования Smart Tech. Это профессиональное программное обеспечение, рассчитанное на создание систем произвольного масштаба с использованием самых разных камер Smart Tech, Альтерон, неважно каких. Вставаниях камер тоже. Так вот, AVMS является, по сути, клоном Smart Station с несколько измененным визуальным интерфейсом, имеющим два основных ограничения. Ну, во-первых, здесь в AVMS мы имеем возможность подключать только и исключить на камеру Альтерон, IP-камера Альтерон, любая IP-камера Альтерон. И второй момент, это односерверная система до 32 каналов. То есть мы используем какой-то сервер, на него восстанавливаем программное обеспечение AVMS, и мы уже можем консервизировать до 32 каналов, создать систему 32 каналов. При этом нет ограничений на количество удаленных рабочих мест AVMS клиентов, и нет ограничений на количество мобильных клиентов, в данном случае клиенты есть под Android. Что важно отметить, ну, поддержка двух потоков видео от камер тоже очень важна, особенно при выводе мультиэкранов 4 на 4 и выше, просто для живого отображения видео и минимальной нагрузки на сам компьютер. Какие-то вопросы здесь? Ну, важно отметить, что это бесплатное программное обеспечение, оно идет записанным на компакт-диске, которые идут в комплекте с камерами, и плюс к этому оно у нас выложено на сайте alteroncctv.ru, последняя версия всегда там, можете в любой момент ее скачать, но она никак не лицензируется. Если меня слышно, видно хорошо, прошу опять поставить плюсики. Так, хорошо, идем дальше тогда. Сетевые видеорегистраторы. Если же вы хотите создавать систему на базе сетевых видеорегистраторов, то тут нам есть что предложить. Здесь у нас линейка регистраторов от 4, от малой до великой, от 4 до 32 каналов. И, ну вот, начнем с младших. Значит, 4, 8, соответственно, 16 каналов. Чем интересны данные регистратора? Ну, прежде всего тем, что наряду с возможностями подключения камер alteron, там, smart tech, вы можете использовать целую гамму самых разнообразных современных камер, которые поддерживают анлив. И это не просто заявление, а это реально проверенная информация. Все время на этапе выбора с тех регистраторов, которые вошли в состав нашей линейки alteron, мы провели эксперименты и проверили, ну, великое множество самых разных регистраторов. К сожалению, многие из них хорошо работали с родными камерами, но при этом отказывались по анлифу работать со сторонними. Ну, вот здесь вот все слава богу. Это первый момент. Второй момент. Поскольку регистраторы обеспечивают большой входящий битрейт, ну, вот, допустим, вот, если мы возьмем 16-канальный, это 128 мегабит в секунду, если разделить на 16 каналов, это 8 мегабит в секунду на канал, то мы можем говорить, что мы можем производить записи и работу не только с камерами с разрешением Full HD, но и значительно выше, вплоть до 6 мегапикселей, ну, правда, при 12-15 кадрах в секунду. То есть это регистраторы как из расчета на нынешние современные камеры, так и на будущее. По дискам. В нашей 4-канальной модели поддержка одного диска протестирована 6-терабайтная модель, и мы будем 8-терабайтные тоже пробовать. В 8- и 16-канальных двух дисков. То есть 2 диска по 6-терабайт, а то есть 12-терабайт на борту можно организовать. И еще важный момент. Помимо подключения IP-камер через внешний сетевой коммутатор, и дальше с подключением на гигабитный порт NVR, вы можете использовать порты прямого подключения в 4-канальном регистраторе их 4, в 8 и 8, в 16-канальном тоже 8. Причем эти порты обеспечивают питание камер по стандарту PoE и PoE Plus поддерживают также. Но нужно не выходить за рамки бюджета. То есть имеется в виду, что, допустим, в 4-канальном регистраторе общий PoE бюджет это 32 ватта. То есть, иными словами, мы можем подключить одну камеру с питанием PoE Plus, то есть 30 ватт, остальные без, то есть от внешних источников питания. Либо можем подключить 4 камеры с обычным PoE, ну, с потреблением до 8 ватт. Так, и идем дальше. Еще очень важный момент, опять же, когда мы имеем дело с камерами с разрешением выше, чем 2 мегапиксела, допустим, 5, 4, 6 мегапикселей, имеет смысл использовать не только мониторы Full HD, но прежде всего мониторы с поддержкой более высокого разрешения, в частности, 4К. Так вот, у данных регистраторов сам выход HDMI поддерживает возможность подключения 4К мониторов. Это полезно, потому что в этом случае мы видим исходное разрешение на экране. То есть преимущество, допустим, 6-мегапиксельной камеры по сравнению с 2-мегапиксельной мы видим сразу же. Если же мы задействуем монитор Full HD, то для того, чтобы увидеть это преимущество, мы должны использовать электронный зум, который не испортит нам качество на 6 мегапикселя и испортит на 2 мегапикселя. Ну и, наконец, 32-канальные регистраторы. Здесь две модели, 326-я и 327-я. 326-я из рассчитана на 2 диска и 327-я на 8 дисков. То есть для всех тех случаев, где требуется достаточно внушительный архив. Плюс к этому диски можно объединять в RAID 5, обеспечивая действительно стабильную запись без сбоев. И еще такой ключевой особенностью 327-й модели является также наличие 2-гигабитных портов. Один на прием трафика, другой на выдачу на клиента. Итак, ну здесь вот просуммированы основные возможности наших сетевых регистраторов. О многом я уже сказал, но восстановлюсь еще одной важной вещью. Поддержка подключения P2P. Что имеется в виду? Ну, родной и облачный сервис. То есть, допустим, если ваш регистратор подключен к интернету и не совсем понятно, каким образом, да, осуществить настройки для того, чтобы осуществлять удаленное наблюдение, то на помощь приходит родная P2P служба. Что, собственно, необходимо сделать? То есть регистратор просто подключается к сети, и на маршрутизаторе не нужно делать никаких установок, побросов портов. С помощью вашего мобильного устройства вы загружаете мобильный клиент, который называется Кайм-менеджер. С его помощью вы фотографируете QR-код, который находится на верхней панели регистратора, и в телефон у вас уже заносится все необходимые данные, MAC-адрес и прочие данные, необходимые для подключения по интернету к вашему регистратору, установленному, допустим, в другом месте. Очень быстрое и удобное решение, реально работающее. Плюс, по ANWIF я уже говорил, поддержка 4К-мониторов. Ну, вот еще о чем я хотел сказать. Поддержка коридорного режима. Речь идет о том, что если, допустим, система видеонаблюдения установлена в такой ситуации, что коридоры, галереи занимают центральную часть поля зрения, то можно более эффективно использовать камеру. То есть камеру при установке повернуть на 90 градусов, а уже средствами самого регистратора, тем самым захватив гораздо больше по высоте, по длине, область коридора. А средствами регистратора развернуть ее обратно на 90 градусов, чтобы уже уложить, ну, чтобы не смотреть вот так вот, да? Полезная вещь. Ну, и штатное программное обеспечение, клиентское программное обеспечение для наших НВРов под названием КН-менеджер. Это вполне себе серьезное решение, позволяющее организовать подключение аж 5 мониторов к одному удаленному рабочему месту. Ну, из разумных соображений рекомендую ограничиваться тремя. Допустим, вот типовая схема, там 3 по 32 канала, да? 3 раскладки по 32 канала на 3 монитора. Что позволяет КН-менеджер? Посмотрит текущие видео, архив. 16 каналов видео из архива сразу можно воспроизводить. Поддерживаются графические карты, копирование видео, сохранение кадров. Прошу прощения. Паш, пожалуйста, выключай. Так, так, так. Значит, вопрос от Максима Спицына. Камера подключается к этому ПО без регов? Нет, нет. Это речь идет о клиентском программном обеспечении именно для сетевых регистраторов. Это клиентский софт для регистраторов. Если вам не нужны регистраторы, вы можете использовать тогда программное обеспечение AVMS, о котором я говорил до этого. Это, как бы, программное обеспечение именно для записи. А это клиентский софт для работы с регистраторами. Значит, ну, пойдемте немножечко по основным скриншотам. Вот здесь вы еще можете увидеть ISS-менеджер. Это изначально было такое название, оно перекликалось с продуктом ISS. Естественно, никакого отношения к ISS она не имела, и мы попросили производителя поменять все-таки название на KM-менеджер. Сейчас уже KM-менеджер. Это перед вами, допустим, разные раскладки, редактор раскладок, live view, текущее живое отображение. Вот, допустим, раскладка, посвященная графическим картам. Здесь можно наносить интерактивные иконки камер, регистраторов, которые будут менять свое состояние в зависимости от статуса. То есть, допустим, детекция движения, камера стала красной, и вы при кликании на камеру можете тут же вывести окошко с живой трансляцией данной камеры. И мобильное, соответственно, приложение, называется KM-мобилл, доступное как для андроида, так и для iOS. Ну, что с его помощью можно делать? Работать с живым видео, просматривать аж 16 каналов синхронно. Имеется в виду, естественно, трансляция вторых потоков от камера пониженного разрешения, потому что процессор, как без гаджетов, не рассчитан на декодирование большое количество первых потоков. Можно удаленно работать с архивом, можно сохранять какие-то статические кадры, какие-то фрагменты видео, копировать. Можно организовать двустороннее аудио с местом, где располагается охранник возле НВР, допустим, потому что у НВР есть локальный аудио вход, аудио выход. И, допустим, вы можете передать со смартфона какое-то извещение охраннику. Также можете проводить поворотными камерами при наличии таковых в системе. Ну, вот, собственно, основные моменты такие. Вот здесь вот пока нет фотографий, но в свежем производстве у нас появится новое устройство. Это новая сетевая регистратор с поддержкой уже современного кодека H-265. Естественно, с обратной совместимостью с 264. Их ключевая особенность – это особо высокий входящий битрейт. Если брать 16-канальную модель, 320 мегабит в секунду, 20 мегабит в секунду на канал. Это очень серьезно и круто на сегодняшний день. Дело в том, что в этом случае мы можем производить запись H-16 камер с разрешением 4К, без каких-либо особых ограничений. Эта линейка включает в себя три модели. Две 16-канальные модели 168X, 168 без XI. X указывает на отсутствие портов прямого подключения камер с ПОА. В 168 модели таких портов 8. И 8-канальная модель с 8-канальными портами ПОА. Подчеркиваю, что особо актуально использовать данные регистраторы для всех тех ситуаций, где мы имеем дело с камерами высокого разрешения выше, особенно, чем 2 мегапиксела. Это, в общем, производительное устройство. Ну и мы переходим к линейке уже HD-оборудования, HD-камеры. Здесь важно отметить, что мы сознательно не предлагаем камер с разрешением ниже, чем 1080p. Это ценовой уровень. Даже здесь дело не в ценовом уровне, а в техническом уровне. Большинство таких камер очень часто построено на мегапиксельных матрицах четвертьдюймовых. Но для нас это просто шлак. Мы не рассматриваем такие варианты. Второй момент. На камерах с разрешением 720p очень сложно добиться приемлемого качества изображения. Для нас тоже мы проводим просто некую отсечку. То есть, 1080p для нас это уже стандарт. И в рамках этого стандарта мы предлагаем камеры. Значит, что среди камеры есть? Есть пластиковая купольная камера для установки на потолок. Обращу внимание, с матричным икодиодом, с равномерной подсветкой, с фиксированным фокусным расстоянием. Пластиковая купола с варифокальными объективами. И вандалозащищенная камера с варифокальными объективами. Камеры поддерживают не только 1080p. Они могут переключаться в стандартный режим аналоговой трансляции видеокомпозитного видео 960H. Переключение идет джойстиком. Это очень важно, потому что камеры бюджетного сегмента очень часто просто не имеют какого-то джойстика и возможности войти в меню. Взять тот же хорошо вам известный, разрекламированный в России бренд с камерами HDTVI. Здесь мы не экономим и предлагаем монтажникам использовать весь функционал камеры путем того, что в камере есть просто джойстик, есть возможность войти в меню камеры, настроить баланс белого, динамический диапазон, электронный запор и так далее. На следующем слайде у нас уже представлены буллет-камеры. Камеры в цилиндрических корпусах с фиксированным объективом и с варифокальным. Но варифокальная вам знакома наверняка уже, я до этого рассказывал про IP-камеры, именно в таком корпусе IP67 с обогревателем, с матричными кодиодами, с равномерной подсветкой. КАП-21, эта камера попроще, с фиксированным фокусным расстоянием, 3,6 мм объектив. В 22-й есть обогреватель, он обязательно нужен, поскольку есть объектив с ARD. В 21-й, соответственно, обогревателя нет, объектив без ARD. Обе камеры обеспечат очень высокий уровень климатической защиты IP67, очень хорошо защищены от пыли и влаги. Есть некоторая ошибочка, этот анвив нужно убрать, это просто копипаст перенеслось с IP. Вопрос от Арсения Буткина. Форм-фактор камеры КАТ-20AR называют Pancake. Так, перейдем обратно. Хорошо, но можно Pancake, как пирожок, можно как UFO, да, неопознанно летающий объект МЛО. У нас есть своя трактовка, не буду ее называть. Вот. Ну, кому-то она что-то напоминает всегда. Итак, значит, может какие-то вопросы по билет-камерам есть? Если нет, идем дальше. Ну и, наконец, видеорегистраторы Alte-Rom для мультиформатных регистраторов с поддержкой стандартов HD, HDTVI и обычного аналогового видео. Важно отметить, что здесь нет как таковых таких специальных ограничений, которые часто присутствуют в аппаратах бюджетного уровня. Допустим, там столько-то каналов HD, столько-то аналогов. Нет, здесь вы можете абсолютно произвольно объединять в рамках одной системы необходимое количество камер. Допустим, там 5 каналов аналога, остальные 11 каналов HD или TVI и так далее. То есть смешивать разные форматы вы можете. Единственное ограничение, если вы объединяете HD и HDTVI в рамках одной системы, что, конечно, маловероятно, то работа через 2 канала. То есть 2 канала HD, 2 канала TVI, 2 канала HD, 2 канала TVI. Но если HD с аналогом обычным или TVI с аналогом, здесь произвольное смешение, возможно. Ограничения какие? Значит, линейки 4, 8 и 16-канальные регистраторы. Четверки и восьмерки у нас в корпусе под установку одного диска и 16-канальный под два диска. Ограничения в записи разрешены на 1080p 12 кадров в секунду на каждый канал. Если мы используем, допустим, HD или TVI камеры с разрешением 720p, то это уже будет риалтан 25 кадров в секунду на канал. Важно отметить, что возможна совместная работа с двумя разрешениями. То есть, допустим, это не является рядовой функцией, между прочим. То есть часть камеры у вас может быть 1080p, часть 720p. Они автоматически определяются регистратором, и регистратор с ними на видмены работает. Многие этого не умеют. Мониторный выход HDMI. ВГА здесь нет. И с точки зрения удаленного доступа есть программное обеспечение CMS, абсолютно полноценное. Представлены как варианты для Винды, так и для МАК-платформ. Ну, также можно через веб-клиент подключаться, и безусловно есть мобильные клиенты как для Андроида, так и для iOS. Так, это по регистраторам. Ну и, в принципе, это почти все. Пару слов еще скажу о мониторе. В ближайшее время у нас появляется еще 22-дюймовый монитор для систем видеонаблюдения с очень полезной функцией, которая у нас также есть в SmartTek. Это функция защиты от выгорания. То есть, вам наверняка известно, что, ну, как бы, все прекрасно понимают, что монитор систем видеонаблюдения эксплуатируется в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И, соответственно, при отображении на них каких-то реальных ситуаций, то есть, допустим, периметра, объекты и так далее, мы имеем дело с весьма статичной, статической картинкой. И с течением времени, там, по стечению двух-трех лет, а иногда и раньше, вот эта статическая картинка приводит к выгоранию панели, что, в общем, является неприятным таким, скажем так, обстоятельством. И, допустим, это хорошо заметно, если монитор все время эксплуатируется совместно с регистратором, а регистратор настроен, к примеру, на вывод 2 на 2, да, там, четырех изображений. При переключении в другой формат мы видим полосы, да, оставшиеся от предыдущего формата. Что бы этого ни было, в профессиональных мониторах, в частности, в новом мониторе Альтерон, есть функция защиты от выбирания, которая заключается в том, что если вы ее активизируете, то раз в минуту, там, раз в пять минут, периодично задавите вы сами, монитор автоматически расширяет изображение, производит электронный зум на пару пикселей и возвращает обратно. Вносит некую динамику в изображение, тем самым увеличивая срок службы матрицы. Ну и с точки зрения подключения, монитор, естественно, имеет все интерфейсы, это и BNC, и VGA, и HDMI, и по BNC есть транзитный выход, также аудио вход, ну и по креплению все соответствуют стандарту веса. Собственно, это то, что я хотел сегодня рассказать по, так, обзорно весьма, по нашей технике Альтерон. Наверное, если есть какие-то вопросы, буду всегда рад ответить. В принципе, что я еще могу сказать, вот я вам всем напишу электронный адрес свой, да, если какие-то будут вопросы более конкретные, всегда с удовольствием выйду с вами на общение. Так, все, вот таким образом. Если вопросов нет, то большое спасибо всем за то, что меня послушали, вот, и со своей стороны скажу, что на нашем сайте альтерон.дфис.тв.ру периодически мы анонсируем проведение тех или иных семинаров, посвященных той или иной тематике, по Альтерону, по смарт-эку, по смежным темам. Следите за анонсами. До следующих встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok